Итак, древние грехи открывают, что диалог – это оптимальное средство для открытия истины. К истине нельзя подходить и односторонне. Истина, если эта истина глубокая, не истина факта, не истина, надлежащая на поверхности, если наказающаяся фундаментальной уровне бытия, то она требует к себе подхода с разных, по счастью, нейтрально противоположных сторон. Греки так прямо не сказали, что истинно-диалогично. Это сказали в 20 веке. Но у греков уже содержится эта мысль, великая мысль. И эту мысль обнаруживает сама поэтика диалогов Платона. Вот Платон пишет диалог, парнинит. Где спор философский как бы инсценируется. Вот диалог строится почти как театральное представление. Но вместо героев там идеи. И мы видим, как сталкиваются эти идеи. Как они спорят друг с другом, как они друг другу противостоят. Очень часто диалог не имеет разрешения. Вот это характерный момент, особенно ранних диалогов Платона. Они называются сократические диалоги. В связи Сократа, Павель Сократа. Сократ очень любил спор, очень любил дискуссию. Вот они не имеют такого формального завершения. Обсуждается проблема. Проблема подходит с разных сторон. И ни одна сторона не выигрывает спора. Ситуация бесконечного диалога. Сама форма повествования у Платона, сама поэтика диалога имплицитно содержит в себе мысль о том, что мы обсуждаем проблему, не имеющую однозначного решения. Платон нигде прямо не скажет, что это истинно требует двустороннего подхода. Это надо было созреть, что так сказать. Это созревание длилось 24 века. Платон просто зафиксирует саму ситуацию. Когда обсуждается проблема, обсуждается позиция альтернативных. И ни одна из сторон не может похвастаться преимуществом, выигрышем. Это замечательно. Это просто удивительный факт культуры. Что вот здесь сама поэтика, сама структура произведения отражает какие-то выгодные свойства и мира, и познания мира. Это замечательно. Диалог. Диалог нас приучает к тому, чтобы мы преодолевали в себе соблазн, одностороннего взгляда на мир. Мы любим простоту. И вообще это очень такая вещь, непростая простота. Так вот я специально здесь играю словами. В этой игре заложен тоже очень существенный смысл. Мы хотим свести все к чему-то простому. Хотим считать, что мир построен на простых основаниях. Одна из важнейших формул теологии, то есть напишение, что Бог прост, предельно прост, ничего проще, чем Бог. Но вот когда мы на эту простоту выходим, или нам кажется, что мы на нее выходим, она неожиданно обращивается сложностью. Сложностью, так? И наш дьявол однозначности, он хромает. Нам приходится от этого дьявола отказаться. Вот еще раз повторяю. Однозначность, односторонность. Это то, что нам, это то, что нам, может быть, я бы сказал так, приятно. Приятно, когда есть ощущение ясности. Но это ясность обманчивая. Она тут же затягивается туманной непределенности, и мы оказываемся в ситуации совсем, совсем непростой. Вот я хочу вам сейчас показать этот пример. Это крайне важно вот это понять, да? Идеал простоты. Так, идеал простоты. Ну вот греки. Из века в век искали простой элемент. И нам передали вот эту тягу, к простым началам. Хорошо. Мы это делаем уже более успешно, чем они. Мы это делаем экспериментально. Открыли атомы. И вдруг атом распался. Атом оказался совсем непростым. Ответьте у себя, что, в общем-то, классический идеал атома, это что-то предельно простое. В основном, как на простоту. И вдруг Томпсон в конце 19 века, приближаясь к этому флоту, ну это вот, много-долгое время атомы видел издалека. Атомы были теоретическими объектами. Эта теоретическая модель работала. Успешно. Так. И на основе ее рассчитывались химические реакции. И эти реакции были познаны адекватно. Так. Расшифровался состав молекул. Молекул очень сложно. Там натрий хлор, да. Для этого надо было твердо знать, что есть натрий, есть хлор. Атомы, да. Вон они сидели с вами в молекулу, и там получилось таксессонная, да, поваренная. Хорошо. Но атомы сами-то не прощупывались. И вся эта классическая химия строилась на том, представление, что атом прост. И вдруг бах, Томпсон открывает электронную оболочку, да. Да. Ясно, что атом сложен. Если рост идет дальше, доходит до ядра. Потом ядро распадается, она элементарно исчистится на протоны. и метроны, и мезона. Так, где простота? Теперь мы строим кварковую модель элементарных частиц. Вот смотрите, что получается. Мы ищем простого. Так, вот мы нашли элементарную частицу. Вот открыли. Вот когда будет протон? Так. Протон состоит из трех кварков. Да. Но вы видите, вот эти кварки, они находятся в связанном состоянии. В связанном состоянии. То есть они образуют некий комплекс, и чтобы этот комплекс снова дезинтегрировать, нужно использовать колоссальную энергию. У нас такой энергии на Земле нет. Но предложим, что мы вот частицу раскололи. Мы получили трех кварков. Масса трех кварков будет огромной. Вот есть такой понятие, дефект массы. Понятие релятивистское, связанное с теорией действительности. Что масса определенных ситуаций уменьшается. Идут на уголь. И это происходит при синтезе элементарных частиц. Очень тяжелые кварки соединили с тронительно-легкоучительным. Но тот же самый электрон. Он очень легок. Но он состоит из трех кварков. Вы понимаете? Он состоит из трех кварков. Простой состоит из сложного. Легкое состоит из тяжелого. Устаните, вот парадокс. Легкое состоит из тяжелого. Где простота? Вот поэтому, я почему-то говорю. Что вот идеал однозначности, он связан с идеалом простоты. Это твердо зафиксируйте. Этот идеал, он питал науку в течение веков. Я хочу дойти до простых оснований. Я хочу получить однозначную истину. Так? Вот это убеждение, что в основе природы лежит что-то простое. Что-то вполне понятное. Это простое и понятное. Оно отливается в форму однозначной истины. Вот есть одно решение проблемы. Одно единственное. Оно верно. Оно абсолютно. Все время мы испытываем кризисы. Пытаемся этот идеал, так сказать, как-то подкрепить фактами. Вот идеал сталкивается с реальностью. И выясняется, что реальность совсем не похожа на этот идеал. И нам приходится отказываться от однозначного мышления. Это очень трудно сделать. Очень трудно. Не только в сфере научного познания. А это очень трудно сделать в сфере общественного сознания. Мы привыкли мыслить только с позиции своей приватной. Мы привыкли к монологу. Вот я ввожу понятие монолога. Монологизм. Это претензия на то, что я благоист, но это нет. Это нежелание выслушать противоположную сторону. Это в науке монополия какой-то школы. Монополия. Слово «моно». Корень «моно» и там, и там. Монолог. Буквально однословие. Монополия. Ну понимаете, что такое монополия. Это власть какой-то одной идеи, одной концепции, одной школы. В монологии, в монологии, в монологии идёт монополия. И наша советская наука даёт прекрасный пример этого монополизма. Но, скажем, в 20-е годы, торжество механицизма. Эйнштейн считается, так сказать, учебно-заблуждающимся, буржуазным учёным. Водополия принадлежит классической физике. Хотя мир уже давно понимает, что классическая физика лишь частный случай физики Эйнштейна. Или монополия Лысенко. Так. Вот прекрасная книга Александра Александровича Любящего о монополии лысенко-биологии. Вот полуграмотный селекционер, но может быть с некоторыми задатками способного практика, начинает внедрять свою концепцию. Антинаучную, конечно же. И фактически приводит к гибели нашу генетику. У нас была очень сильная генетическая школа. Кто-то расстрелял, кто-то подстажен, кто-то соревнован от работы, кто-то просто сломлен. Катастрофа. Катастрофа произошла в нашей науке. От чего? От монологизма. Монологизма всегда связана с татаритарностью. Татаритарность может быть разной. Может быть татаритарность политическая, может быть татаритарность научная. Это нетерпимость. Нетерпимость к критике. Нетерпимость к чужому взгляду на вещи. Своё, дорого, чужое, подозрительное. Это очень опасная вещь. И сегодня мы понимаем, что мир сложен, мир многозначен. И науке является более адекватным способом выражения истины, чем у науке. Науке всегда одно. Монолог всегда имеет крен в какую-то одну сторону. И, как правило, монологические системы гибнут. И вызывая целую серию катастроф. Они за собой тянут очень много чего. Хорошо. Вот греки, спасибо вам за то, что они очень рано начали вести диалоги. И это их огромная заслуга, прелечество. Я хотел бы сказать, что вообще диалог уходит своими корнями в самые такие глубокие пласты истории. Человек, когда стал размышлять о мире, он сразу обнаружил, что мир раздвоен. Вот давайте надо обратить внимание. Я об этом говорил на одной из лекций, о раздвоенном Мединам. Вот это полярное событие, что мир отсоткан из противоположности. Их очень много. И они очень разные. Но положительное для взаимодействие электричество, сухое и влажное, мужское и женское. Мир есть система двоиц. Мир есть система биполярности. Это было создано очень-очень рано. Это было самое великое открытие, которое когда-либо делал человек. Еще ноги не было как таковой, но уже было сделано открытие. Практически научно-философское открытие. Что мир есть некая бинарность, некая оппозиция или система оппозиции. Заметьте, что слово «оппозиция» в философии означает что? Означает пару противоположностей. Мир из таких пар и сложных, или сот, как угодно это называть. Итак, это первое великое открытие в области онтологии. Онтология наука бытии. Смотрите, как на это реагирует язык. Язык сразу создает систему антонимов. Но это слова с противоположным смыслом. Вы понимаете, жизнь – смерть. Больной – здоровый. Антоним играет огромную роль в словарных статьях. Вы знаете, что часто понятие определяется через противоположное значение. Это классический прием, используемый авторами словарных статей. Так я что хочу сказать. Язык в данном случае очень точно дорожает структуру действительности. Язык. Он изоморван в действительности. И визитность раздвоена. И язык двоится. Двоение онтологическое, двоение, которое относится к бытию. И двоение знаковое, двоение внутрисемиатической системы. То есть нашего языка. Наш язык очень охотно эксплуатирует бинарный код. Бинарный код, да. Ну что, плюс-минус. Двоечное числение – 0,1. Так, 0,1. Вот. Бинарный код, он, еще раз скажу, то же самое. Изоморван бытию. Бинарный код удобен для того, чтобы описывать мир. Это тоже открытие. Уже открытие лингвистическое. Так, я хочу сказать, что диалог – это и есть развитие бинарного кода. Диалог – это развернутый бинарный код. Поэтому я бы сказал так, что диалог изоморфен миру. Изоморфизм – это соответствие, структурное соответствие. Понятие очень емкое, изоморфизма. Когда берутся во внимание существенные отношения и, наоборот, не обращаясь внимания на субстрат, на какие-то качества, ну, скажем, индивидуальные качества, берутся общие признаки и выясняются, что эти признаки повторяются в разных ситуациях, они являются инвариантными и так далее, и так далее. Это изоморфное сходство, изоморфное подобие. И когда я говорю, что язык изоморфен миру, это очень глубокое утверждение. У нас еще будет возможность говорить о Венгенштейне. Вот это великий логик Венгенштейна. Он это лучше всех показал и глубже всех проявил. То, что я сейчас говорю, сегодня кажется ксиматичным, но по-прежнему, по-прежнему. В общем-то, монологизм дает рецидивы. И сказать, что вот мы с вами полностью перешли на уровень такой идеологический, это уровень, конечно, более высокий, было бы все-таки преждевременно. В научных дискуссиях и сейчас, и сейчас пробывает ожесточенность, ну, где-то выходящая за меру, ну, за меру даже этикета, я бы сказал так. Вот я хочу сейчас вам привести некоторые примеры споров, споров научных, научных диалогов из разных областей знания. Чтобы вы это почувствовали глубже, тоньше. Ну, возьмем биологию. Биологию, так. Вот смотрите, спор, спор ламаркистской традиции и традиции, связанные, скажем, с генетикой, да? Вот. Ламарк утверждает, что признаки приобретаются, что признаки являются привлеченными. Ну, что значит привлеченные признаки? Это значит, что вот если вот организм, своем антогенезе, это называется индивидуальное развитие, определяет какое-то изменение существенное, так, изменение связанное с признаком, так, то это изменение передастся потомству. Передастся потомству. Ну, на этом держалась вся ламаркистская биология, и сегодня она снова очень актуальна, и для этого есть основания. Но здесь ярким примером будет известный биолог Каммерер. Каммерер. Немецкий биолог, который приехал в 20-е годы в Россию. Вот он проводил опыты, которые сегодня кажутся, конечно, крайне наивными. Он обрабал у крыс, опытных крыс, белой крысы, хвосты, да, и надеялся, что этот признак вот передастся на наследство. Купируются хвосты, и считается, что это может быть унаследовано следующим поколением. Вы понимаете, все результаты, которые получались в этом направлении, очень-очень спорны. Каммерер был увлечен в подделке, мистификации, опытах. Так он, значит, обманывал себя и научную общественность. Настолько он верил в это, что верил в эту ламарковскую программу. Ведь, вы видите, если ламарк прав, то мы можем легко управлять видообразованием. Какие-то перспективы открывают селекционеры. Но Лосенко был тоже ламаркистом. Ламарк гениальный человек, и мы еще к нему вернемся. Но вот я хочу сказать, вот это позиция, да, наследование приобретенных признаков, так называется. Параллельно развивается школа генетики. Великая школа, которая говорит, что наследственность, изменение наследственное происходит на уровне генотипа. Хвост крысы, это фенотип, это внешний признак уже взрослого, уже состоявшегося организма, так. А наследственные изменения, изменения, которые способны передаться следующим поколениям, они происходят на уровне губинном, на уровне хромосом, и теперь мы говорим, что на уровне ДНК. Вы понимаете, да? И что эти изменения могут быть случайными, ненаправленными. Ламарк утверждал, и ламаркистская школа утверждала, что мы можем эти изменения вызывать искусственно, меняя условия среды. Генетика показывает, что дело совсем не так просто обстоит. что часто среда просто губит организм. Организм к ней не приспосабливается, и мутация происходит, в общем-то, не обязательно под мощным влиянием среды, хотя это влияние может быть, конечно, очень существенным, рентгеновское излучение, скажем. Но рентгеновское излучение, все-таки, большинство погибнет просто в жестких лучах. Но где-то кто-то выживет, и где-то мутации могут произойти. Это вполне неизвестно. Но что я хочу сказать. Смотрите, вот две совершенно разных школы. Ламарковская школа. Эволюция осуществляется в результате того, что можно повлиять на наследственность прямо, непосредственно так, меняя или варьируя условия среды. И, извинив фенотип, ты даешься того, что будущее поколение будет этот признак воспроизводить. Рядом параллельно развивается школа, которая оказалась очень ближе к истине, чем ламаркизм. Но ламаркизм, вы понимаете, вот он в своих позициях не сдал. Вот смотрите, вроде бы он положен на лопатки. Генетика торжествует. Действительно, успехи генетики они потрясают. А сейчас мы видим, что все-таки все гораздо сложнее обстоит. Я сказал, что ламаркизм как бы регенерирует. Да, действительно, регенерирует. Совершенно ясно, что некоторые факторы социальной среды могут быть бутагенными и вызывать такие изменения в генотипе, которые наследуются. Это алкоголизм. Кто раньше думал о том, что алкоголизм может... Вот генетики, они всегда это отрицали. Ну что алкоголизм? Это ведь влияние фенотипическое, вроде бы. Но фенотип действует, не на генотип. Нет, действует на генотип. И понимаете, дети, оказывается, применены вот этим пороком заранее, никогда не прикосновавшись к рюмке. Вот это спор ламаркизма и генетики. Спор, один из самых трагических споров. Спор, где кровь лилась, понимаете, да? Вот вроде бы считалось, что он закончен. А сейчас появляется все больше данных в пользу того, что и какая-то истинная инстанционная ламаркизма. Разумеется, генетика находится на магистральном направлении. Разумеется, да? Но, тем не менее, открываются факты не ядерной наследственности. Наследственные признаки связаны не с ядром, где находится хромосома и генотип, а с другими органеллами клетки. Это тоже ошеломительно. Я еще хочу сказать, что диалог вот здесь, я вам дал пример самого такого, быть может, самого напряженного диалога вообще в истории. Ну, никогда диалог раньше нигде ни в одной, ну, может, средние века, это был какой-то аналог, что диалог приходит в репрессии, в уничтожение противника, физическое уничтожение противника. Ну, вот, казалось бы, есть победа на стороне, вот, генетики нет. Нет, эта победа не полная, и это говорит о том, что все-таки усилия ламаркизской школы, при всех издержках этой школы, были не напрасными. Не напрасными. Еще, смотри, сейчас вот такое поветрие идет, неоламаркизм, что больше и больше вызывает интерес к себе. Неоламаркизм, это вот потрясающе, да. Или вот другой пример из биологии. В будущем году мы будем отмечать веберей книги Дарвина, вот, по сравнению и допустим, естественно, отбора. Великая книга, конечно, гениальная книга. В книгах, где говорится, что движущим фактором эволюции является борьба за существование. Так, сильнейший побеждает слабейшего. Вот. Что это означает? Это означает, что в природе торжествует эгоизм. Эгоизм, прежде всего, индивида. И, ну, в лучшем случае, вида. Так, что природа – это арена вечной борьбы, борьба за существование. Вот, есть такие строчки у Николая Заболоцкого, вдохновленные дарвинизмом. Жук ел траву, жука съедала птица, пил мозг хорек из птичьей головы, и страхом перекошенные лица ночных существ смотрели из травы. Природа вековечная до Вильня, и так далее. Эти природа вековечная до Вильня. Страшная картина, страшная картина, да. Здесь надбор, который беспощаден, для которого нет никаких этических ограничений. Какая может быть этика у деревьев, у насекомых, у зверей. Вот. Борьба. У многих людей это вызывает неприятие, эстетическое неприятие. Они считают, что в природе много гармонии, и что в природе есть факты, говорящие о том, что бывает свидарность. Не только внутри вида, но даже межвидовая солидарность. Кстати говоря, вот это направление зародилось у нас в Карелии. В 19 веке был такой замечательный биолог Карл Кеслер. Вот он путешествовал вокруг Онежского озера, изучал природу местную, и приходил к мысли о том, что даже надо скорректировать. Что не только борьба имеет место в природе, но и взаимопомощь. Он написал небольшое статью на эту тему, но его идею подхватил Патрик Алексеевич Кропоткин, наш великий анархист. Кропоткин написал большой труд и взаимопомощь как фактор революции. И обычно это понятие связано с Кропоткиным. Понятие взаимопомощи. Видите, вот альтернативность, диалог. Дарвинизм – борьба. Дарвин – борьба. Кропоткин – взаимопомощь. Альтернатива. Русская биология, она все время в эту сторону тянула. Она не хотела принять картину живой природы, как картину вечной этой давильни, по словам Заболоцкого. Ну а что мы сегодня скажем? Мы скажем, что эти два взгляда совместимы. Хорошо, что появилась альтернатива в виде Кропоткина. Хорошо, что этот диалог состоялся. И сегодня это дело продолжается. Аргументация усиливается у обеих сторон. И это замечательно. Вот преодолена односторонность. И если она открывается своей двуаспектности, по крайней мере, двуаспектности. Это замечательное обретение. И Дарвин прав, и Кропотки прав. Ну вот такая ситуация, такая ситуация, вот равной правоты, она возможна только тогда, когда обсуждается проблема очень глубокая, проблема принципиальная. Вот эволюция, эволюция, да, ее факторы. Но есть уровни более, так сказать, простые, более доступные. Там очень часто нужна именно односторонняя истина. Там нужно сбить по графомании, по всяким ложным амбициям. А вот когда мы берем фундаментальные проблемы, там всегда, всегда мы приходим к той мысли, что диалог здесь наиболее верное орудие познания. И что нам нужно расширить свое сознание, вместить оба подхода и понять, что эти подходы друг друга дополняют. Вот секс, все науки внутри себя, внутри своей истории содержат память таких диалогов. И часто эти диалоги продолжаются. И это можно приводить много красивых примеров. Вот я на этом эту тему закрою, она очень важна для меня. Начну сейчас новую тему. Мы сейчас занимаемся историей науки. Я прервал хирологическую последовательность темой диалог. Это было нужно сделать в чисто металлическом отношении. И я это сделал. Сейчас у нас следующая тема. Философия средних веков будет она называться. Философия средних веков. Тоже следует послеэтичности. Вы знаете, что у нас сложилась вот такая традиция или тенденция смотреть на темные века с некоторым превосходством, смотреть пренебрежительно, называть их темными, считать, что это какой-то провал в истории науки, задержка, чуть ли не до тысячелетия. Ну, это такой взгляд на средневековье он нагнетался в советское время. И я думаю, что это были совсем не пустые столетия человечества. Это было время, когда активно работали и философские, и научные школы. Это была философия для нас непривычная. Это была наука, которая явно не отвечает современным стандартам научности. Но это была человеческая мысль, которая находилась в состоянии движения, в состоянии саморазвития. И эта мысль дала свои результаты. Я сразу хотел бы показать вам, что и средние века диалогично. Иногда говорят, что средние века – это торжество, теология, это время, когда свободная мысль пресекается, когда нока считается и называется служанкой богословия. Все гораздо сложнее, все гораздо тоньше. Ну вот, мы считаем, что средние века начинаются сразу после поздней античности. Ну, возьмем, четвертый век. Это как бы заря средневековья. Я просто сейчас вам дам пример того, как богословские споры, богословские споры, да, могут приносить огромную юристическую пользу всей науке. Вот смотрите, первый Всередский собор, 325 год. Христианство уже победило, христианство становится государственной религией. 325 год, первый собор, Ликейский собор. Хорошо, какая проблема там обсуждается? Почему этот собор был вызван к жизни? Что его, этот собор, побудило состояться? Как вы знаете, христианство учит о том, что Бог, Отец, в вечности рождает Бога Сына. Вот, Троица святая, да. Давайте я с вами поговорю, потому что это очень-очень юристично. Это оказало, и оказывает, сегодня оказывает мощнейшее влияние на научное мышление. На научное мышление. Я говорю на тему теологии, а все-таки говорю в тех сетях, чтобы выйти на философию науки. Хорошо. И так в христианстве складывается такой замечательный догмат, как учитель на Троице. Давайте я сейчас об этом поговорю, потому что в свойствах Троицы проявляются какие-то фундаментальные свойства бытия. Если это мы наукой же, и мы будем очень часто обращаться к Троице, как к архетипу, находящемуся в подтверждении его научных открытий. Вот Троица. Вот, например, три постаси, три лица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Ну, давайте сейчас оставим в стороне все эти антропоморфные обозначения. Главное, что это три начала, которые, вот, запишем, существует нераздельное и не слияние. Вот эта формула. Нераздельное и не слияние. Обратите внимание, что в этой формуле задержится противоречие. Эта формула парадоксальна. Нераздельное и не слияние. Что за ним стоит? Три лица, они нераздельные, они одно. И в то же время не слиянно. Каждое лицо имеет свое выражение. Каждое лицо имеет свои характеристики. Нераздельное и не слиянно. Противоположные свойства. Взаимосключающие свойства. А в Троице они сочетаются. Вот это диалектика. Я бы сказал так. Это, может быть, высший пример диалектики. До чего наш человеческий ум дошел, так вот до этого. Учение нераздельности и слияния на всей Святой Троице. Но я бы сказал так, что, в общем-то, вот эти свойства нераздельности и не слиянности, открытые на Троице, на Троице, открытые благодаря вот этому догмату, они, в общем-то, обнаруживаются во многих явлениях природы. Правильно, да? Но тот же атом, так, тот же атом, вот это что-то нераздельное, да, нераздельное. Вот, он единый, он целостив. Но в то же время он состоит из здесь слиянных элементов, мы в нем различаем протоны, электроны, мизоны. Три лица Троицы, каждый лицо содержит в себе другие два лица. То есть, вот есть какой-то такой переход части в целое. Но то же самое в элементарных частицах, одна частица превращается в другую. Понимаете, да? А самое главное в этом формуле, вот нераздельность и не слиянность. Это пример парадоксальной формулы. Там, где парадокс, там всегда есть диалектика. А нам нужно все время быть внимательным к этому моменту. Наука дилектична. Развитие науки дилектичны. И сейчас мы с вами, ну, если хотите, сейчас мы с вами изучаем высшие уровни диалектики. Если не изучаем, то, крайне мере, упоминаем. Как-то вот, используя на знакомом все с ними. Хорошо. Троица нераздельная и не слиянная. Троица одно равняется трем, три равняется одному. Очень парадоксальный математик. Ну, возьмите вот еще данный пример. Живой организм. Это нераздельное единство. Но нераздельное единство, оно потому успешно функционирует и эволюционирует, что оно, значит, есть множество, где, в общем-то, элементы не слиянные. Правильно, да? Мы знаем, что у нас есть много органов, и они вполне самостоятельны, самодостаточны относительно, конечно. Верно, да? Вот мы есть нераздельное и слиянное единство. Эта формула богословская, она оказывается применима к бытию, к природе. Но мы это только сейчас обнаруживаем. Хорошо, я возвращаюсь к эпохе. Появляется ересь, арианская ересь, первая ересь, которая утверждает, что Бог-Сын, Бог-Сын, на самом деле, не рожден Богом Отцом, а сотворенным. Большая разница. Рожден, значит, он полностью природу Бога Отца перенял полностью. Если сотворен, ведь Бог сотворит из ничего. Мир сотворен из ничего. Получается, что и Бог-Сын сотворен из ничего. Как-то понижение в ранге. Понижение в ранге Христа. И Бога Слова, вернее. Христос это уже потом появляется, да? Не важно. Ну, смотрите, вот это нарушается структура Троицы. Нарушается структура Троицы. И вместо вот этой парадоксальной диалектики части и целого, где часть равняется целому, а целое равняется частью, парадоксальная диалектика, да? Вот. Диалекция, которая предсказывает теорию множеств. Теорию множеств множеств, ее создал Кантер. И Кантер ее выбил из догмата Святой Троицы. Это сейчас известно. Но в Троице под множество равняется множеству. Правильно, да? Так. В Теории множеств сейчас равняется целому. Это ее главная фундаментальная черта, теория множеств. И это очень близко к тому, что мы видим в Святой Троице. Вот, видите, здесь человеческая мысль вышла на потрясающие структуры. Структуры, которые потом, ну, как бы подтвердились и в физике, и в биологии, и в математике. Это предварение, предварение в такой форме идеологическое, богословское. Приходит Арий, все это нарушает. У него вместо вот этого круга, где часть равняется целому, выстраивается пирамида, иерархия. Иерархия, так. Вот наверху Бог Отец, ниже Бог Сын, еще ниже Святой Дух. Ну, он, у него строятся все признаки нашего мира. Нашего мира, где есть старше и младше, где царит время, не вечность. Вот, начинается дискуссия с Арием. Начинается спор с Арием. Это спор совершенно двух подходов, двух типов мышления. И этот спор, он отразился не только на всей истории богословия, он отразился на всей культуре чеческой. Первый Советский Собор вот приучил нас искать диалетическое единство части целого. Это великий прорыв чеческой мысли, имеющий общенучное значение. Ну, вот продолжая историю Советских Соборов, я сейчас скажу кратко. Вот вам нам сейчас пример диалетики, дам вам пример диалога. Пускай это диалог богословский, но это средневека, средневека, да. Вы поведете, что, и это на себя запишите, что на, я бы сказал так, вот на богословских структурах, на богословских тугурах, отрабатывались принципы научного мышления. Самые глубокие, самые замечательные структуры научного мышления. Это реальность, это реальность. Богословие не было пустой тратой времени. Это был тренинг интеллекта чеческого. И даже это было доработано, но это бессмертно. И сегодня всегда работает и будет работать. Вот, пожалуйста, спор, да. Христос, Христос, Богочеловек. Само понятие Богочеловека, понятие парадоксальное. Богочеловек соединяется в одной личности, так. Так, что не в отличие среди такого раздвоения, она целостно на едино. Вот идет спор о праве Христа. Докторивая в Христе соединяется две природы, чеческая и божественная, нераздельная и несноянная. Эта формула работает и на этом уровне. Нераздельная и несноянная. Потрясающе, да? Вот, это очень трудно вместить. Как так? Богочеловек. Богочеловек. Начинается спор. Вот, запишем, структура спора очень красиво просматривается. Не историк был такой, очень крупный церковный бедитель. Он говорит, да нет, не может человек вместить Бога. Не может, да? Так вот, Христос это преимущественно человек. Родившийся вполне обычным способом. Он предлагает называть Богородицей Христородицей. Он говорит о том, что, конечно, Христос был избран Богом заранее. Бог его ввел, поднял до своего уровня. Да, усыновил, да, это Сын. Сохраняется вся догматика, вся обрядная сторона. Но вы понимаете, что Христос перестал быть Богочеловеком. Христос все-таки только человек. Понимаете, да? Вот это одна сторона. Вот формула Богочеловек, формула дилектическая. Формула парадоксальная. Два момента соединяются. Богочеловек, между ними была пропасть. Во всех мировых религиях Богочеловек это полюса, между которыми разрыв, это зияние бездонное. И вдруг этот разрыв исчезает. Рождается владенец в Ифриеме, лежит там в веслях, это кормушка для скота. Это Бог и в то же время человек. Вот это потрясающие ходы мысли человеческой. Великие озарения. Так, хорошо. Итак, две природы соединились. Божественная человеческая, неразвитивная слояна. История этого не уместила. История этого... Осталась чужда. И он односторонне подошел к Христу. Односторонне. Христос только человек. Другая школа. Я не буду сейчас вспоминать себя в Сирийской соборе. Главное здесь существо понять. Главное понять схему. Другая школа. Остаржается противоположно. Нет, нет. Христос это только Бог. Бог. Человеческая форма это видимость. Видимость, которая полезна в плане педагогическом, праведивтическом, как угодно. Но не может человек вместить в себе Бога, потому что человек сразу сгорит. Бог есть огнепоедающий. Монофизит, это, кстати, армяне. Это монофизитская церковь. Христос это одна природа, природа божественная. Тогда как его человеческая плоть это просто видимость определенного рода. Что-то такое виртуальное, что-то такое, в общем-то, миражное. Тогда получается, что и голговские страдания Христа, и есть игра, и есть театр. Что это не было настоящая мука. Бог без трассы, Бог выше всякой боли. Какие же здесь муки. То есть полная неволевация христианства, на самом деле, здесь имеет место. Но что я хочу сказать. Вот этот спор. Две стороны. В истории Христос. Только человек. Монофизитство Христос. Только Бог. И золотая середина. Силенские соборы. Которые диалектично. Которые говорят, что Христос есть и Бог, и человек. То, что я вам говорил раньше, и то, что является, я бы сказал, стержнем всего нашего курса, здесь работает до уровня богословия. Но богословие, это тоже наука. Вот сейчас нам нужна этот вопрос. Может ли ВАК, и должен ли ВАК, но подтверждать диссертацию на звание доктора богословия. Дискуссия пока не имеет завершения. Но это крайне интересно. Я считаю, что богословие это наука. Вот даже если нет Бога, очень важно, что существует геометическое, то богословие, оно имеет свои навыки мышления, директического мышления, которые крайне полезны. Которые самоценны, самоценны. Вы понимаете, да? Я, в конце концов, давайте так с вами мысленно договоримся, условимся, что Христос это понятие условное, геометическое. Но дискуссия, которая у нас вокруг его природы, она крайне полезна для нашего общего духовного развития. Это дискуссия, в которой наш интеллект оттачивается. Оттачивается на этих парадоксах. На этих безумно смелых аннастической мыслях. Это польза, огромная польза, да? Вот видите, я сейчас вам привел пример ярчайшего диалога Средних веков. И эта диалог и сейчас фактически продолжается. И я скажу так, вот наша церковь, да? Она, вот там настоящих, да? Моэтических верующих людей мало. Или ариане, или мистериане, или монофизиты. Это простые вещи. Просто мыслить Христа только как человека, только как Бога. И очень трудно мыслить как Бога человека. Очень трудно мыслить неразделенность, неразделенность вместе, в синтезе, в взаимодополнении. К этому надо подойти, и до этого надо дорасти. Этот раздается очень непросто. Хорошо. Значит, мы с вами вошли в Средние века, вошли через Сиренский собор. И Вола-7, и то, что они дали чечеству, это имеет огромную, я бы сказал, методологическую ценность. Вот так скажем, что Сиренский собор имеет методологическую ценность. Это, может быть, самая блистательная школа теоретического мышления во всей истории культуры. И вот эти формулы, формула Троицы, Троица неразделенность и неразделенность и неразделенность, и формула христологическая, что Христос есть Бога человека, это вершины диалектики. И здесь, если мы того, что стоит реально за догматом Троицы, за догматом Бога человека. Пускай это конструкция, чисто условная, чисто ментальная, но эта конструкция и бесподобная. Хорошо. Хорошо. Это в Средние века. Треже, когда мы говорим о Средних веках, то у нас всплывает в сознании пейзаж Средних веков. Пейзаж, где доминирует готика, готические соборы. Мы сегодня будем постоянно к этому образу обращаться. Но что характерно для готики? Для готики характерна устремленность к высшему, правильно, да? Такая взлётность, такая прелестность. Такая прелестность. Дух насходит к Богу, отрываясь от земли и пренебрегая всем земным. Я бы сказал так, я там уже записываю, что готика, она спиритуалистична. Спиритус, дух, да? В готики дух берёт верно в материи, это ясно. Готический собор устроится из камня, но камень кажется кем-то уже дематериализованным. Это ощущение дематериализации. Ощущение какой-то потрясающей лёгкости, невесомости. Громады, да? Обзымывает небо с невероятной лёгкостью. Поразительно это. Да, конечно, философия средних веков и много земли веков спиритуалистичны. Они вполне соответствуют готике. Готик – это как бы их символ. Готика зародилась во Франции, в аббатстве Синдени под Парижем. Был там такой аббат Сюжер. Читал он книги Денисия Реопагита «Великого мистика 6 века н.э.». Денисия Реопагита, слово «реопаг» – это место, где совершался суд в античные времена. Сюда такое название. Церковь считает, что Денисия Реопагита был учеником апостола Павла. Это, получается, первый век. А сейчас мы датируем это с таки шестым веком. В церкви много таких очень легендарных представлений. Ну вот, Денис Реопагит был неоплатоником, потрясающей личностью, великий диалектик, парадоксалист. И Денис Реопагит говорил о том, что к Богу можно восходить, как он говорил, анагогически. Давайте слово запишем. Анагогическое восхождение к Богу. Анагогическое, то есть ступенчатое. Постепенно двигаться выше, 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 выше. Начиная от земных явлений. Бог есть свет. Поднимаясь в этой лестнице, мы попадаем во все более и более освещаемое пространство. У нас там внизу свет очень слабенький, свет как бы у вяза материи, но по мере подъема свет все ярче, все ослепительнее. И поэтому то, что мы видим на земле, светоносно, скажем, камни драгоценные, очень любил драгоценные камни, сюжет, да, они отражают вот тот божественный свет. Они являются иконой этого света, образом этого света. Отсюда вот эстетика церковного дизайна, церковного оформления и так далее. Хорошо. Итак, нужно построить лестницу в небо. Вот совершенно каким-то образом эту лестницу я предварил в готической форме. В готической заборе есть лестница. Ступенчатая структура там заложена, перемедальность там заложена, дух уходит в горе, как говорят у нас православные люди. В горе, то есть, на этот абсолютный пик, на вершину, которая совпадает с точкой альфа и омега, это Бог. Понятно, чем я говорю. Хорошо. Принято характеризовать средние века как века спиритуалистические. На самом деле, жизнь всегда была более сложной. Да, это, я бы сказал, доминанта средних веков, несомненно. Вот этот спиритуализм, отсюда аскеза, отсюда пренебрежение плотью. Вспомним, как художники средних веков изображают женщину. Ну, на годах допускается, знаете, когда изображается страшный суд. Страшный суд, там все перед Богом предстают обнаженными. Женщины, ну, совсем не Венеры, да? Вот, какие-то архитичные скелеты у них, отвисленные груди. Ничего такого нет эротического в этих женщинах. Плоть, она грешна, плоть, она постыдна, так, да? И главный дух. Этот момент присутствует в средневековье, бесспорно. И поэтому возрождение есть что? Эпоха возрождения. Возрождение к античному культу телесности, к античной полноте бытия, к античной гармонии. В средневековье нарушили эту гармонию. Но, и тем не менее, вот они где-то эту нарушенную гармонию все-таки скомпенсировали. Вот я хочу вам дать пример. Пример самого завитого спора средних веков. И вот давайте сейчас это продумаем хорошо, глубоко, потому что этот спор имеет громадное значение для всей философии науки, для науки в целом. Этот спор не завершился. Он продолжается сейчас. Вот я начну характеризовать сейчас средневековую науку. И первое качество, которое я выделю, я выделю как универсализм. Что значит универсализм? Эпоха наука средних веков не хочет заниматься частным, фрагментарным. Она пренебрегает деталями. Но давайте для контраста, давайте с вами перепрыгнем в новое время. Ну, скажем, в эпоху Бекона, Бекона, Франсиса Бекона. Вот мы скоро о нем начнем говорить. Так, ну, припрыгнем там, скажем, из 12-го века в 16-е, 17-е, да? Даже из 13-го в 16-е, 18-е, да? Четыре века. Разница огромная, разница огромная. Ведь с чего начинает наука нового времени? Наука, которую мы сейчас с вами пытаемся освоить, она начинает с изучения фактов, да? Вот, Господи, для нас основа основа факты. Для чего факты? Факты единичные. Любой факт, это что-то единичное. Факт всегда конкретен. Почему я вам говорю сейчас? Среднюю науку средних веков факты не интересуют. Абсолютно. Абсолютно. Нет никакого интереса к единичным проявлениям бытия. Действует только общее. Мир берется как целое. Мир берется всеохватно. Детали, ну, они второстепенные. Зачем детали? Она выдает целое. Поэтому в среднем веку наука претендует на некоторый максимализм к своему миропониманию. Этот максимализм очень хорошо выражает и отражает вествение «все». С большой буквы «все». Я хочу объять «все». Я хочу знать «все». Вот это вествение, оно очень и очень коварное. Оно очень и очень парадоксальное. И сейчас мы это почувствуем. Значит, человек в процессе познания образует понятие. Понятие образует. Так, запишем о себе. Это очень важно для человека. Как существо понятий. Понятие образует свою иерархию. Понятие образует свою иерархию. Есть понятие «малая общность». Любое понятие обобщать. Это зафиксируйте. Любое понятие есть обобщение. Человек, это существо понятийное. Именно поэтому мы отличаемся от животных. Понятие обобщает информацию через абстрагирование, через утилизацию. Обобщает информацию, ее как бы спрессовывает. Информация становится компактной. Так, и одна формула может содержать энное число битов информации. Хорошо. Значит, мы движемся по лицу из-за понятий. Понятие «менее общий», «более общий». Ну вот, пожалуйста, классификационная сетка. Вы знаете, что это вид? Индивид. Это как раз единичное. Вид обобщения. Вид ромашка. Да. А все ромашки вложены друг на друга. Это некоторое множество, некоторая совокупность. Да. Ну, ладно, ромашка вообще. Она, ромашка вообще, ромашка как таковая. Она как-то все-таки ассоциируется с определенным образом. А давайте с вами образуем семейство сложносветных. Семейство сложносветных. Так, в это семейство входит и подсолнечники, и астры, и, значит, кто еще? Ромашки, математчиха, асоты, лопухи, васильки. Смотрите, какой я вам букет предлагаю, да? Что, вы можете создать чувственный образ семейства сложносветных? Вот так синтезировать все эти, так сказать, виды в некий единичного? Нет. И это делать не надо, понимаете, да? Валятие семейства – это валятие абстрактное. Валятие абстрактное. Восстание некая очень много занимается этой проблемой. Проблемой категории. Проблемой общения. И здесь их наработки огромные по своей значимости. Хорошо. Чуть мы поднимаемся по классной сетке, все выше и выше. Ладно, семейство сознасветных, да? Потом мы с вами образовали класс двухдольных и однодольных. Потом идем к понятию растения вообще. И так далее, и так далее. И доходим до каких-то пределов, до каких-то экстремов доходим в этом процессе обобщения. Вот мы упираемся в понятие «всё». Нам нужна вся обществ, нам нужна вся хвастность. И мы исходим из того, что понятие есть способ хранить информацию о всех сознасветных, о всех однодольных или двудольных и так далее. То есть вы чувствуете, что здесь человеческая мысль идет от единичного к общему. От единичного к общему. И это вполне понятное движение. Это движение, которое определяет вообще вектор нашего познания. Наше познание обобщает. Наше познание генерирует все более и более общие понятия. Все более-более емкие, все более-более вместимые в плане своей информационной насыщенности, наполненности. Хорошо. Так вот, средние и ка очень были озабочены тем, что такое вот общее понятие. Общее понятие, которое вот претендует на всяхватность в той или иной сфере. Понятие, скажем, сознасветно охватывает все растения, входящие в это семейство. Ну, Бог — это понятие «все» с большой буквы. Бог — это «все», да. Но мы же должны прийти, подойти к Богу. И вот аналогическая лестница, о которой говорил Аббад Сюшер, создатель Готики, создатель Готики, вот, она у нас как раз и поводит к этому предельно общему понятию, к понятию Бога. Хорошо. И вот возникает желание глубже понять сущность общего понятия, глубже понять, вот, внедриться в понятие. Возникают две школы. Вот это я из-за таких проэнеризоров. И диалог между ними, диалог между ними, да. Школа, которая называется «школа реализма». Но слово «реализм» здесь имеет вполне такой философский смысл. Не будем путать с реализмом в искусстве и так далее. Эта реальность другая, сейчас вы поймете, какая, да. И противоположное направление номинализм. Сейчас я раскрою значение того и другого понятия. Итак, общее понятие. Средние века общее понятие называют универсальними. Универсальними. Но слово «универсальный» означает «обобщенный», означает «сообщий». Правильно, да? Универсаль очень похожа на идее Платона. Фактически это синонима. Но будем держаться средневековой языковой традицией. Школа реалистов утверждает, что универсальность существует сами по себе. Существует универсальность человека. Существует, да. Еще до человека. Вечности. Как мысль Бога. Как мысль Бога. Существует трояка. Пишем, как трояка. Первое. До человека. Да. Так. Как идея. Как прототип. Как архетип. Второе. В человеке существует. Да. Универсалья воплощается в нас. Мы являемся носителем универсалия человека. Мы ее, эту универсалью материализуем. Воплощаем. Именно воплощаем. Значит. До вещей существует универсалья. Она существует в вещах. В материализованных предметах. Это бишь. И наконец-то она существует после вещей. После вещей. Это значит, она существует в наших человеческих понятиях. Наши понятия это зеркала, в которых отрожили с универсалией. Это уже как бы третий уровень. Уровень идеального. Уровень нашего мышления. Вот видите, какая концепция. Универсалья приписывается в самостоятельное бытие. Это понятие онтологическое. Понятие онтологическое. Понятие бытийное. Да, мы выходим на человека, через это понятие. Мы выходим на познание. Но это уже третий ряд. Это уже третий уровень. После вещей. Это то, что связано с нашим мозгом, который обрабатывает информацию. И, конечно же, ход на универсалье превращает в рабочие термины. В рабочие понятия. Хорошо. Это одна традиция. Другая традиция. Ее называют номинализмом. От слова номина не имя. Имя. Номинализм. Но вот блестящие представители этой традиции, знаменитый Уильям Оком. Оком. Два к пишем в середине. Уильям Оком. Я буду говорить сейчас, как бы, от имени Уильяма Окома. Потому что это лучший и самый яркий представитель номинализма. Смотрите, какая позиция самостоятельная. Я бы сказал так. Основное русло. Синяковой философии. Это русло все-таки реализма. Так. Потому что вот, ну, богословие, оно, как бы, ну, потворствует именно этой линии. Мир универсальный, это мир божественного мышления. И, конечно, человеку льстит, что он может, вот, с этим миром вступать в связь, контакт. Что он может универсальный, как бы, усваивать, ассимилировать, проявлять в своем сознании. Использовать в рабочем порядке. Все это прекрасно. И вот трезвый взгляд у Уильям Окома. От средневеков. А здесь уже, вот, знаете, проступает трезвый позитивизм. В конце девятнадцатого века, здесь уже Рассел, Брежет, Рассел, великий, английский философ.